Одесса, 24 ноября 2022 года, ночь с 23 на 24 ноября в Одессе прошла спокойно напряженно, сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных обстрелов и прилетов дронов Камикадзе в Одессе и области не было. Этот ролик будет посвящен тому, какая обстановка в Одессе и что сейчас происходит у меня в городе. Расскажу по порядку. Ехал вчера вечером с работы домой. Ни один светофор не работает. В домах света нет, нет воды. Приехал домой, у меня есть отопление, потому что у меня ЭГВ. У меня нет света, у меня не было воды. Воду дали примерно около 12 часов ночи. Света нет до сих пор. В некоторых домах кое-где появился свет. Все светофоры утром были обесточены. Электротранспорт не работает сегодня утром. Он не работал вчера вечером. Работают только маршрутные автобусы. Что мне понравилось сегодня утром? Вы знаете, шел до маршрутного своего автобуса. Обратил внимание, все улицы убираются. Творники, как по команде, все вышли аккуратненькие, чистенько одетые, с метелочками подметают, убирают. Наводится шмон порядок. Молодцы! По поводу связи. Значит, вчера вечером после варварских ударов России по нашей энергосистеме связь просто умерла и практически не работала. Дозвониться куда-то было проблематично. Вот у меня есть два смартфона, они на разных операторах. Ни один не работал нормально. Интернета мобильного тоже не было. Вот сегодня утром появилась потихоньку связь и появился мобильный интернет. Вот у меня на работе даже есть такой интернет от провайдера. На работе света нет, есть вода, работает генератор. Что касаемо вчерашних обстрелов. Вчера запустили по Украине 70 ракет. Наши военные отрапортовали, что 53 ракеты они избили. 17 ракет попали в объекты критической инфраструктуры. Поэтому такие проблемы со светом. Наши энергетики нас заверяют, что постараются как можно быстрее подключить все районы нашего города к электропитанию. И будет опять введен график включения и отключения электричества. Но будем надеяться, ребята, на лучшее. Ну, конечно, в конце скажу пару слов в адрес России. Конечно, Россия лишний раз показала, что это обыкновенное русское местечковое фашистское государство. Потому что вот желание оставить целую страну без электричества, без отопления, без воды. И это все накануне зимы, это чистое варварство и фашизм в чистом виде. Хочу выразить слова самой искренней благодарности за вашу поддержку в адрес моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Не падайте духом, все будет хорошо. Всего вам самого наилучшего, самого доброго. И даст Бог. До новых встреч. До новых встреч.